Возможно, вы уже начали замечать, что вокруг нас разворачивается абсолютно гибридная соединенная реальность между физикой, цифрой, смыслами, какими-то контекстами культурологическими. И порой мы не успеваем даже понять, где реальность, где вымысел, где сервис цифровой, где надо нажимать кнопку «уже купить пора», а где нас информируют бесплатно. И вот в этой гибридной реальности здравоохранение, медицина или наше здоровье, собственно, это та тема, которая волнует каждого человека больше всего. Ну, кроме трудоголиков, которые, понятно, не задумываются о здоровье. Так вот, если вы задумываетесь о здоровье, то этот разговор для вас. Сегодня к разговору приглашены следующие участники. Дмитрий Морозов, генеральный директор компании «Биокат», который разрабатывает новые и вакцины, и препараты, благодаря которым мы, собственно, сохраняем наше здоровье. Андрей Курпатов, известный писатель, автор большого количества книг, психотерапевт, мастер в том смысловом поле, который он создал, включая Академию смыслов. И Николай Ютанов, это писатель, фантаст, проектировщик будущего, человек, который со многими корпорациями вел разговор о горизонтах 10, 20, 30 лет проектирования и моделирования систем. И я, Денис Котов, основатель фестиваля «Книжный маяк Петербурга», основатель книжной сети «Буквоед», который, собственно, и спровоцировал наш сегодняшний разговор. Но прежде чем передать слово нашим гостям, я бы чуть-чуть контекст нашего разговора заточил. В идеальном мире, в современных условиях, когда у нас есть мобильный телефон, когда у нас есть тело, которое иногда чихает или там не очень хорошо себя чувствует, нам бы хотелось, чтобы через одну кнопку мы могли видеть состояние, себя, да, свое здоровье, и какие-то системы рекомендаций, и какие-то лекарства или способы лечения в нашей ситуации. Сегодня, к сожалению, этой одной кнопки, как и одной таблетки, даже если она красная, не существует. И задача нашего сегодняшнего разговора – начать прорисовывать вот это движение системы. Вот Дмитрий знает систему здравоохранения прямо изнутри, персонально, с фамилиями, явками, паролями и регламентами. Он вообще понимает, что практически невозможно то, что мы сейчас с вами задумали. Андрей, у него уже есть красная таблетка одна, она уже все вопросы решает, поэтому даже, может быть, кнопка не нужна. Достаточно одной таблетки, как говорится. Николай сможет совершенно с иного ракурса посмотреть, но поскольку Николай, он был одним из основателей Озона когда-то в давние времена, он, собственно, такую технологическую повестку тоже достаточно глубоко понимает. Ну, а я примус подчинял в книжной сфере, выстраивал сети и тоже понимаю какие-то технологические определенные аспекты, как делать мобильные приложения и как агрегаторы в современных условиях становятся центром нашей жизни. Пока центром нашей жизни является в большей степени телефон, но внутри него уже начинают формироваться разные агрегаторы. И вот сегодня вот эта тема, гибридная медкарта, это условная кнопка, за которой картирование нашего состояния, все анализы, все базовые рекомендации, короткий путь к специалисту того или иного профиля или к тем или иным средствам лекарственным или, может быть, даже психологическим по саморегуляции. Как нам двинуться в этом направлении, я предлагаю начать с маленькой проблематизации, то есть того, что де-факто есть, что мы знаем. Может быть, я настолько неквалифицирован, что не знаю о том, что есть какая-нибудь кнопка там Минздрав предупреждает, и там все уже там заведено. Такая точно есть, но, боюсь, она не поможет. Давайте начнем с проблематизации. И, если возможно, я бы начал с Николая, потому что он в силу своей деятельности очень разные сферы и отрасли наблюдал, видел. Вот какая сейчас стадия зрелости при ближении к единой гибридной медкарте человека? Я полагаю, что… Добрый день всем участникам. Добрый день, кто нас видит, слышит издалека. Я к тому, что, с моей точки зрения, в свое время мы делали такую, как это, делали работу для Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Работа называлась «Формирование основ и понимания здорового образа жизни». Был это 2009 год. И, собственно говоря, тогда мы впервые столкнулись с такой вещью, как единая медкарта. Она еще не называлась гибридной. То есть, как бы, от нас, как бы, теперь уже и воины гибридные, и медкарты гибридные. То есть, как бы, ясно, что они не существуют только в каком-то одном небольшом пространстве. Но смысл заключался в том, что именно тогда рождалась идея, там, в недрах медздрава по глобальной диспансеризации. Мы всех аккуратно промеряем, и мы получим необходимый результат, на который можно будет ориентироваться. Потом, соответственно, скажем так, эта история была тогда загашена, как непродуктивная в то время. И история медкарты осталась целиком возложена на конкретно человека, как ни парадоксально. И конкретно на, там, допустим, в лучшем случае, его сообщество или структура, в которой он ведет деятельность, работает. Потому что там заинтересованность вполне определенная такая, качественная, бубновая, да, то есть, что его работа. Только что-то буквально, так сказать, и это определяет во многим случаям, как ни парадоксально, основой медкарты подобного рода, может быть только антология человеческой жизни. То есть, формально говоря, и описание, и понимание его бытия, что он производит. Мы выяснили в тем временам, в девятом году, что основной вещью для человека, чтобы быть здоровым, это нужно иметь цель своей жизни. Как только мы оказываемся в пространстве антологической поддержки, у нас сразу выстраиваются разные типы антологии. Я не буду перечитать все эти лекции здесь, да, но как проблематизацию я покажу. Как раз Денис помянул трудоголиков. У трудоголиков вполне определенная антология. Она называется, вот в том формате, который мы рисовали для Минздрава, называется военно-полевая антология. Если ты вышел из строя, тебе нужно быстро в госпиталь, резко поднять и обратно в строй. Это принцип любого трудоголика. Абсолютно. То есть, по этому поводу, мечты о таблетках, которые здесь звучали в разных исполнениях, они для них являются как бы, ну, как бы, такими, как бы, сакральными объектами. Вера. Нет, нет, это недостижимые объекты. Это что-то там за горизонтом. А вера, она заключается в том, что, наверное, все-таки они есть по этому поводу. И у разных людей подобная антология разная. И как только мы начинаем мерить всех разных антологичных человеков по стандартной методии, у нас возникает куча проблем. Это первый тезис. Второй тезис следующий. Некогда академик Моисеев сказал, что здоровье человека – это не температура тела и состояние организма, а способность организма адаптироваться к изменениям окружающей среды, как, извините, природной, почему-то, которую все называют сейчас экологической, природной и социальной. И если у вас есть некоторый запас, вот это, так сказать, подача, запас этого драйва, при помощи которого ваш организм может адаптироваться к той среде, которую вы выбрали в качестве цели, то, наверное, это будет первый ход к пониманию гибридной карты. По одной простой причине, что, ну как, я здесь не понимаю же вопросов, является эта карта достоянием отпущественности, врачебной тайной или личной тайной конкретного человека. Здесь как раз вот это вот тонкие вопросы, и здесь сочетание, опять же, гибридизация будет, потому что в любом случае каждый из нас имеет право держать и владеть этими знаниями. Я не поднимаю этот вопрос, я должен поднять каждый человек, потому что, хорошо, не, я уберу из этого предложение. По этому поводу, скажите, история гибридной карты, это с точки зрения такого пользователя. Содержательная часть гибридной карты, третий пункт, она заключается в следующем, что есть некоторая часть, как это говорят программисты, харда у человека, это его организм. Есть некоторая часть софта, да, это его ментальный контур, так это, по-грубенькому, не особенно вдаваясь, насколько это применимо. Вот, но смысл заключается в том, и там, и там карта получается немножко разная, чтобы искать принципиально отличающиеся. И как они с другом сочетаться должны, это и есть проблематизация задачки. И я остановился. Андрей, немного о софте. Значит, возможно ли, с твоей точки зрения, ну, вот как раз я чувствую, что Дмитрий Захарт будет отвечать, да, вот. Да, но, значит, да, 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 но давай начнем с софта, а потом перейдем о связи софта с хардом, с телом, да. Я единственный врач, да, в этой компании? Да, да. Есть еще фармацевт, фармацевты врачами не считаются. Есть у нас такая... Да, я медбрат по образованию, по-первыхому, да. Не надо хвалиться, да, что этот врач... Потому что, конечно, для врача, я понимаю, что когда мы произносим слово медицина, все происходящее приобретает совсем другое значение. Потому что врач отвечает за жизнь, и врачу все равно. Есть там цель, нет там цели. У него есть эпикриз, который он напишет, и как он будет называться. Выписной или какой-нибудь менее приятный. И если говорить просто про необходимость, как я понимаю, речь идет о некой системе, когда знания медицинские о каждом из нас будут, с одной стороны, интегрироваться, с другой стороны, система будет предлагать мне какие-то решения на основе больших данных, на основе расчетов и так далее, мне это кажется очень правильным подходом, особенно с учетом того, что это возможность для государства, для его системы здравоохранения, у нас все-таки государственное здравоохранение основное, создать эффективные алгоритмы второго мнения, потому что сейчас очень много работы по этому поводу ведется. К сожалению, образование медицинское одно из самых сложных. Его сложность состоит в том, что оно требует усидчивости, посещения занятий, огромного количества времени, когда ты проводишь в клинике, огромное количество пациентов, на которых ты можешь, условно говоря, вторым врачом, ассистентом врача, вторым хирургом, третьим хирургом практиковаться. И это совсем не про нынешнюю жизнь. К сожалению, не так много сейчас молодых людей, которые готовы настолько отдавать себя профессии для того, чтобы получить полноценное профессиональное медицинское образование. И это в каком-то смысле фактор риска. У нас уходят те специалисты, которые обладали прежним таким академическим медицинским мышлением, те, кто понимали медицину не как отдельную узкую область, потому что чем дальше, тем больше из-за усложнения всех номенклатур, типов лечения и так далее, оказываемся в ситуации, что врач становится врачом одной болезни. Он в ней хорошо разбирается, а все остальное дальше для него начинается дремучий лес. Таких диагностов академического характера все меньше и меньше. Просто потому что усложняется сфера. Мы просто столько всего узнаем сейчас об организме, о компенсаторных системах и во внутренних там и так далее, что на что влияет и прочее. Даже психические расстройства начинают теперь искать в кишечнике. Я уж не знаю, найдут они их там или нет, но то, что обменные процессы, в рамках которых соответствующие ингредиенты, из которых потом создаются нейромедиаторы, обеспечиваются бактериальной флорой нашей кишечной, это факт известный еще в советской медицине. Но как бы там ни было, мы просто сейчас оказываемся в ситуации, что больной оказывается один на один со своим вот этим выбором, к какому врачу пойти, попадет он в этого врача, не попадет. И третья проблема… На первом шаге буквально он сталкивается с тем, что он не знает… Вот у меня, например, нет вот этой гибридной медкарты, я не знаю о себе того объема, который должен был бы знать, мне кажется. Ну, я вообще большой противник, чтобы пациенты много знали. Это им вредит их лечению. Значит, особенно я перехожу к третьему пункту. Значит, первая проблема – это то, что у нас молодые люди не способны получить прежнего, прежней сложности образования медицинского, хотя и ожидается от них. Второе – сама медицина так усложнилась и так специализировалась, что у нас нет уже, как бы сказать, точки входа какой-то понятной на пациента. Вот. И третья составляющая, она связана с тем, что информационные потоки, в которых находятся люди, ничего не понимающие в медицине, но при этом каждый со своим мнением, представлением, считающий, что если он прочитает инструкцию препарата, он что-то из этого поймет, понимает, как правило, только побочные действия, и только про них потом начинают тебе рассказывать. Хотя, если бы были такие драматические побочные действия этого препарата, его никогда не пустили на рынок. А то, что при клинических испытаниях что-то там возникло, какая-то флюктуация, это вообще смешно. Но, к сожалению, вот такая история, при которой авторитет медицины, авторитет врача, понимаете, вот раньше айболит, к нему лечиться, и коровы, и волчица, понимаете, и у Преображенского есть справка, понимаете, такая бумажка, броня. А сейчас врач точно такой же человек, как и все остальные, нету должной сакрализации профессиональных навыков, что приводит к тому, что пациент начинает дискутировать еще со своими врачами. И дальше это все превращается просто в чудесный балаган. Я автор книги, которая называется «Четвертая мировая война», где я рассказываю про то, как мы схлестнемся с искусственным интеллектом. И это будет... Я много занимаюсь искусственным интеллектом, потому что я работаю с соответствующими лабораториями. В Сбербанке мы подглавляем соответствующие направления, и так далее. Я вхожу в институт искусственного интеллекта российский, поэтому... Как он там, в искусственном интеллекте жив? В кулуарах, в кулуарах. Нет, ну, если мы с Дмитрием начнем сейчас дискутировать на эту тему, вот, искусственный интеллект сейчас решает огромное количество задач. Вот. Если все правда, что рассказывают про вашу компанию, то создание моделей лекарственных средств используется с помощью цифровых тоже инструментов. Ну, или это как у нас с армией, все точно так же, точно и честно. Если было бы как с армией, вы бы, наверное, не смогли лечиться моим препаратом. Что? Если было бы как с армией, вы бы с моими препаратами не лечились. Ну, и другие люди. Если были бы... Если было бы как с армией, вы бы не смогли бы лечиться этим препаратом. Но поэтому вы не иронизируете. Знаете, говорить, что сейчас нет искусственного интеллекта, это просто... Нет, есть. Я просто не думаю, как он так. Я же спросил другой. Как самочувствие искусственного интеллекта? Как он живет, насколько пользы от него есть. Да? Да, да. Вот как он там, искусственный интеллект? Ну, Дмитрий, да. Ну, мне уже, значит, во-первых... Это перехват управления, во-первых, у ведущего Дмитрия. Во-первых, да. Нет, ну, если Дмитрий хочет со мной подискутировать... Нет, не хочу просто спросить. Нет, я вам предложу, понимаете. Вы можете начать с того, что маршрут, как вы прокладываете. Если вы думаете, что там сидят люди и рисуют вам на карте, как вы куда-то продвинетесь, чтобы не оказаться в пробке. Ну, я не совсем тупой. Я знаю, что там алгоритм есть. Да, но это и есть искусственный интеллект. Если вам не нравится словосочетание, ну, как бы, можно обратиться в справочник, посмотреть, что понимается под искусственным интеллектом. Значит, то, что касается использования в медицине, это сейчас очень значимый тренд. И, конечно, Россия в этом смысле будет отставать из-за отсутствия баз данных. Но когда у вас есть постоянный скрининг миллионов людей на вашем оборудовании, и вы имеете к нему доступ, и вы имеете заключение по болезням, то, поверьте, сейчас соответствующие стартапы-единороги, они получают миллиардные инвестиции для того, чтобы убрать человека из системы установки диагноза, использовать для этого глубокое машинное обучение. Ну, не знаю, открыл я Америку, или это не искусственный интеллект? Пятнадцатый раз. Ну, так просто зачем? Вы просто... Мы же понимаем, что мы говорим с людьми, которые могут не знать каких-то, как бы, нюансов и деталей. И когда вы просто говорите, что нет искусственного интеллекта, это звучит как... Не говорил такое, а спросил, как он там. Он поживает очень хорошо, значительно лучше, чем мозги среднестатистического человека, понимаете? И решает, да, сложнейшие задачи. Ну, так ну а что вы? Вы же таким образом дискредитируете, понимаете? Нет, все в порядке, все в порядке. Я предлагаю Дмитрий. Это просто, понимаете, знаете, если мы говорим по существу, надо говорить по существу. Да вы не завозитесь. Я не завожусь. Я вообще спокоен, как танк, понимаете? И готов, понимаете, так сказать, труду и оборудовать. Но ирония, она, понимаете, она хороша, когда... Ну, она по делу. Когда она просто, вот, как бы, вставить фразу в разговор, ну, мне кажется, что это странно. Давайте, да, двигаться дальше про гибридную медкарту и про проблематизацию. Вот Дмитрий, вы понимаете некий специализированное состояние в системе здравоохранения, охарактеризуйте в ближайшие 20 лет, 10 лет или никогда, значит, мы не дойдем до такой систематизации, в том числе, о которой говорит Андрей. Ну, смотрите, прежде всего, давайте вот попробуем разобраться, то, что вот коллеги сказали. Ну, во-первых, а кто был министром здравоохранения тогда? Не помните? Кто, скажите? Вот, Татьяна Семеновна, да, могла, да, вполне. Смотрите, ну, прежде всего, что такое врач, да, в современной системе? В современной системе врач рассматривается, как вот, знаете, у айтишников есть такое понятие последней мили, да? Это вот тот телефон, который у вас дрынь-дрынь, ну, если такой цифровый. Наземный, да. Наземный. А до этого есть еще огромная система, которая живет сама по себе и понимает, что там есть вот этот дрынь-дрынь наземный. Это самый медленный участок в сети. Самый медленный участок, самый сложный участок. Вот. Как это работает, да? Понятно, что сейчас мы все больше и больше получаем знаний о, как бы, так сказать, человеке как таковом, как объекте исследования, да? И когда мы это рассматриваем, да, мы понимаем, что стоимость знаний колоссальна. Она просто очень дорого стоит. Ну, банально. И какой бы врач ни был, мы не можем сделать его универсальным и сказать, что он должен знать все. Ну, просто не хватит у него возможностей. И как, просто чтобы были в курсе, вам будет, наверное, интересно, как лечат врачи, да? Врачи лечат, исходя из тех алгоритмов, которые им предлагают фармацевтические компании, большие фармацевтические компании. Как только мы ввели принцип доказательной медицины, их было признано, я не знаю, 50 лет назад, что все те методы лечения, которые врачи принимают, они должны быть доказаны. И желательно, чтобы там была хорошая статистика. Статистика вещь такая, простая и упрямая. Если этот способ применения этих таблеточек дает высокий результат при таких-то, таких-то заболеваниях, значит, врач должен лечить этим таблеточком. Врач не может фантазировать и, по идее, не должен. И в большинстве случаев так и происходит. Да, в большинстве случаев. Значит, есть врачи там, фантазеры, которые говорят, я в статистику не верю, давайте выпишу сейчас еще что-то, и ты попадаешь уже там не вот в 70% как бы тех людей, которые как бы статистически достоверно доказаны при этом ведь заболевания помогают. Попадаешь там, например, в остальные 30. Да, и там тоже, может, выздоровеешь, может, нет, но неважно. Вот если мы говорим об онкологии, например, где мы специализуемся, самая сложная как бы история, то там в основном доказательна медицина, потому что как только вам ставят диагноз, у вас сразу понятно, сколько лет вы проживете, сколько месяцев проживете, как будет в основном развиваться заболевание, и тогда все достаточно предсказуемо, нет фантазии. Все это как бы идет, исходя из тех методов лечения, которые определены в больших, многоцентровых, клинических испытаниях, которые мы фармацевтические компании делают, которые стоят огромное количество денег, и врач уже, в принципе, как он хороший был, он не может не верить этой статистике, он не может не понимать те, как бы, так сказать, дизайны клинических испытаний, которые туда заложены, и понятно, что он, стараясь спасти пациента, выбирает наиболее метод лечения, которое с наибольшей вероятностью дает положительный результат, либо какой-либо результат. Вот так, на всякий случай по поводу того, как про место врачей в системе. Конечно, их очень жалко, потому что они имеют прямой контакт с больными, мы как фармацевты с больными не имеем прямого контакта, потому что это отдельная история. Вот, это вот с точки зрения врачей. С точки зрения того, по поводу, есть ли искусственный интеллект или нет, ну, это, я так, просто мне было интересно. Мы, на самом деле, это же все тоже такие достаточно забытые вещи. Я не помню, вы подскажете, когда там первые нейросети забыли? 40, 39-й год. 39-й год, первая теория, так сказать. Вот все то, что я сейчас называю нейросетями, это применение искусственного интеллекта, вот в основном, да, это применение различных типов нейросетей, сейчас новосверточные нейросети, получается много чего, и колоссальный, колоссальный, как бы, так сказать, мы имеем прорыв. Например, мы при помощи нейросетей, я не говорю искусственный интеллект, потому что мне как-то стыдно говорить такие вещи, просто меня коробит немножко. Вы скажите сразу, что это у вас требование к термину, потому что люди не знают, для них вот ваши сверточные сети, глубинное машинное обучение, они этого не понимают. Поэтому не надо их туда вводить про искусственный интеллект, вот берем нейросети, обучаем и моделируем капсиды для рекордов. Договорились, нейросети и искусственный интеллект подружили. Как-то это легче, понимаете? Это и есть искусственный интеллект. Ну, это 39-й год, в 40-е годы теория там была, а еще раньше, вот когда там говорят про геномы, как бы сейчас у нас секвенаторы есть, мы сейчас там кучу информации извлекаем, ну, извлекаем оттуда кучу информации, а толку что-то эту информацию? Никто ничего не знает, что с этим делать. Начинается, как бы, так сказать, целая история. Вокруг какая-то эта информация, терабайт информации, как эту информацию обработать. Хорошо, все как бы очень сильно. Здесь уже антология как раз потребуется. Что такое? Все говорят, вот будет прорыв. Да не быть там никогда. В ближайшем времени не будет там никакого прорыва, потому что, во-первых, есть там огромные, как бы, зоны мусорного генома, никто не понимает, для чего он, как бы, и для чего он вообще существует в нашей мусорной области. такие, мы не понимаем. Нет, мусорные, не понимаем, это разные вещи, мне кажется. Нет, 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 нет. На самом деле не разные, потому что функциональные нагрузки не несут, определить невозможно. Вы это на каком основании говорите? С вами понятно. Я же не про это, я же вам говорю, дальше что происходит. И дальше приходят, как бы, там, математики, они называют это так, как это, искусственные телеи, ну, там, и применяют, как бы, теорию графов для обработки, как бы, той информации, которую эти секвенаторы подают. И вот супероткрытие становится. Вот мы расшифровали, гинут, чего там кто-нибудь расшифровал? Никто ничего не расшифровал, там, в лучшем случае, что-то записали, как-то их, так сказать, структурировали, и вот все сидят и думают, что с этим делать. Ну, то же самое, как бы, и с нейросетями, условно говоря. Когда есть приложение, математический аппарат можно подобрать. Можно как угодно нам назвать. Это маркетинг, безусловно, конечно. Да, но если мы посмотрим, это когда там, или, как-то, 16 век, что ли, да, первая теория графа родилась, 17-м, математик такой был, да, теория, как бы, задачку конверажеров, 17-м, да, задачку конверажеров, конверажеров, да, торговцев. Да, ничего не изменилось, что то же самое применили, как бы, так сказать, это. Ладно, забыли, так сказать, про это все. Возвращаемся к карте, да. Сейчас все эти гибридные карты, все. Было много подходов по поводу того, как решить этот вопрос. Но все сейчас наши, те примитивные медицинские данные, которые мы собираем, они находятся в МИСах, Медицинской информационной системе. Разработчиков МИСов, я думаю, шесть основных по стране. Так вот, был большой проект, когда, так сказать, еще предыдущий министр, так сказать, был, не хочу его поменять, ЦУИ, вот. Эти МИСы надо было все соединить, оттуда хотя бы что-то вытащить, для того, чтобы понять, а что со здоровьем населения, чем им болеет население, это как бы, что вообще, что происходит там. Вот. Было огромный проект, там был главный подрядчик, тоже очень большая, серьезная организация. Ну, пока никаких результатов не видно, к сожалению, да. Ну, наверное, кто-то знает об этих результатах, что там будет, нет. Поэтому, но сам по себе структуру данных, которые собирают как бы врачи последние, так сказать, МИЛИ, которые оба с пациентом, это вообще безумие. Потому что они не имеют никакой связи с тем, что происходит у нас как бы в жизни. У нас в жизни происходит постоянная трансформация по мере того, как мы живем. Природа нас так создала, да. У нас есть несовершенное тело, как мы считаем, что от приматов, да. Приматы не были приспособлены для такой жизни, в которой мы сейчас живем вообще. Они как бы другим должны были заниматься, по деревьям прыгать там, плоды собирать. А мы тут с вами, видите, на стуле сидим, еще что-то. Ну, в общем, по-другому живем. Значит, это несовершенно тело. Как бы, так сказать, по мере своего, как бы, развития, да, оно подвержено циклам, которые в нас природа заложила. Я сейчас пример приведу, чтобы закончить, уже дискуссию здесь. Природа заложила. И на каждом этапе, как наше, как бы несовершенно тело развивается, у нас и софт меняется. Сильно, кстати, вот, на этих этапах. Это, ну, как бы, нашим физическим встать. И как только это дело, там возникают разные другие болячки. Вот, например, я всегда привожу такую ситуацию, многие знают, да. Вот, когда, например, женщина заканчивает свой такой детородный возраст, выходит из того периода, когда, так сказать, возникает огромное количество проблем. И природа, как вот кажется, выбраковывает женщину. Выбраковывает женщину по многим категориям. Да, возникает там алкологическое новообразование. Почему? Почему до этого, как бы, женщина, она, как бы, была детородна, и она была, как бы, часть продолжения рода. Как только она стала в этом отношении бесполезной, природа ее выбраковывает. Такой интересный вопрос, да. И там много такого. И вот с мужчинами то же самое происходит, да, по разным этапам. В одной, в одном периоде жизни мы одни. В другом периоде жизни мы другие. В третьем периоде жизни мы третьи. Так вот, если бы, про интегральную карту, если бы у нас была бы некая система, которая бы за нами следила и предсказывала о том, в каком периоде жизни надо сходить там, лишний раз в монографию сделать, да, посмотреть, нет ли как бы на образовании рака молочной железы или еще чего-то такое. То есть, каждые методы анализа, исследования и так далее, они характерны в основном до того этапа, который мы проходим. Вот это было бы хорошо. Вот, наверное, она такая и должна быть интегральная карта. А мы приходим там в последнюю миле с телефоном разговариваем, он нам что-то говорит. Ну, в основном получается, зачастую нет. Вот такая история. Спасибо. Андрей, я хотел у тебя спросить. Можно я один маленький комментарий? Это не к вопросу дискуссии. Значит, ну, во-первых, вот для того, чтобы все это интегрировать и сделать такую прекрасную систему, о которой Дмитрий говорит, никакого человеческого интеллекта не хватит, потому что нужно слишком много данных агрегировать. И для этого нам нужны машины, и они развивают свои алгоритмы. Это не искусственный интеллект. Я знаю этих человеков. Знаете? Только вы знаете, я тоже знаю. Ну и что? Ну и что? Знаем этих человеков. Знаем этих человеков. Да. Не, ну просто, знаете, ну как-то, мне, 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 да я не переживаю. Просто, знаете, это такое какое-то ощущение, как будто в каком-то, ну, в мире, что нету терминов, нету понятий. Ну, вы это фармацевт, вы же понимаете, что должны быть термины, должны быть определения. И если что-то называется искусственным интеллектом, это не значит, что речь идет о человеческом интеллекте. Я вам про интеллект человеческий расскажу профессионально значительно больше. Конечно. И могу их сопоставить. И могу вам объяснить, где нейроны, и сеть, Не обязательно быть фармацевтом для того, чтобы разбираться в терминных определениях. Ну, так это и есть определение. Я про образование не фармацевта, на всякий случай. Андрей, ты не хотел. Ну, просто, знаете, это вот, это понятная научная, это, ну, как бы, но Бог с ним. Ну, извините, чего странного, коллеги? Применение математических методов для решения конкретных задач. Я про это и говорю. Можете не переводить. Ну, я про это и говорю. не горячите, ну, не переводите, дайте закончить, можно закончить? Применение, так сказать, математических методов для решения конкретных задач можно назвать искусственным интеллектом, но там до интеллекта-то еще далеко. Вообще, Вы определите интеллект мне тогда. Я психиатр, психотерапевт. Вот определите интеллект. Я вам скажу, что все, что вы определите, туда попадет. Если вы считаете свой интеллект космическим, понимаете, необычным, он, в общем, рядовой достаточно. Весьма у нас примитивный. Да нет, ну просто это странно. Человек рассказывает, что надо все посчитать, все учесть. Понимаете, в 50 лет женщина выбраковывается, потом она живет дольше мужчин значительно. Ну, бог с ним выбраковывается. Я думаю, что это будет самый интересный разговор нашего фестиваля, который разойдется миллионными тиражами. Вообще просто как бы... И самое главное... Огонь! И самое главное. Ну, Дмитрий, когда он создает очень важные и необходимые препараты, очень, ну, это вообще передовая, так сказать, спасает жизни людей с помощью препаратов и с помощью врачей за счет того, что... Что такое онкология? Мы имеем раковую клетку специфическую с определенной химической структурой и надо найти агента, который будет именно на эту особенность, этой структуры действовать и ее уничтожать. Значит, медицина – это очень-очень большая сложная штука. Большая информационная система сложнейшая. Когда мы говорим про иммунные заболевания, когда мы говорим про эндокринные заболевания с той же самой, собственно говоря, периодичностью, которая происходит и так далее. Это сложнейшие системы. И у нас проблема состоит в том, что у нас нет специалистов, которые могут охватывать эту системную вещь. Ну, и это правда. И, к сожалению, мы должны здесь рассчитывать на алгоритмы. И мы должны заниматься этими алгоритмами. И для этого нужно данные сводить воедино. Потому что если мы их не сведем, то мы никогда не получим необходимой информации. Почему так хорошо развиваются навигаторы? Потому что они стоят на каждой машине. Почему машины уже ездят, пересекают Америку с одной стороны на другую? Потому что огромное количество машин ездит и сдаёт эти данные. Дальше у нас начинаются этические проблемы. Это большая сложность. Как так про моё здоровье я кому-то отдам данные? И это главная проблема. То, что государство не может, потому что государство не заточено на создание таких систем. А частный бизнес сразу превращается во владельца моего здоровья. И это огромная проблема, которую в Китае они решают. Решают её достаточно директивно. Присваивая себе данные гражданам. Государство владеет всей информационной системой. Да. И, соответственно, вот есть такая модель. Западная модель этого не позволяет. Наша модель этого не позволяет по массе дополнительных факторов. И поэтому мы сейчас просто обсуждаем, конечно, несуществующие животные. К сожалению, с точки зрения того, как мы развиваемся и то, что происходит, и когда Дмитрий организирует, как поживает искусственный интеллект, он у нас поживает не очень хорошо. Но я на самом деле, когда занимаюсь наукой, для меня нет российского искусственного интеллекта, американского искусственного интеллекта и так далее. И китайского. Или китайского, да. И, конечно, мы эти общие принципы понимаем. Хотя, конечно, уже три года как начинают прятать данные. И если раньше научные статьи по искусственному интеллекту получали и могли все это свидетельствовать, сейчас все это становится за большими закрытыми дверями этих компаний, да, мы сейчас приближаемся в этом смысле к очень неприятной штуке. И в этом смысле, конечно, обсуждать, даже обсуждать, что мы в России развернем не то, что гибридную карту, это такая очень наивная фантазия. Но если мы про это не будем говорить, Абсолютно, да. Если это будет в табуированной зоне, если мы не сосредоточим внимание ключевых экспертов и управленцев, и деятельных, вот здесь абсолютно каждый человек абсолютно деятельный. И я хотел уточнить, правильно ли я слышу, что ты не видишь ни одного варианта, кроме как владения этими данными и сбором внутри государства при определенных уровнях доступа для тех или иных граждан в зависимости от каких-то параметров. Вот твое ощущение или видение этого вопроса? Архитектурное. Ну, Дмитрий совершенно правильно сказал. Значит, у нас проблема существует с тем, как помечать, условно говоря, размеченные, чтобы у нас были данные. У нас они, мягко говоря, не то, что неразмеченные. Это у нас каждый врач там пишет свою... Классификацию. Ну, не классификацию, а просто по-своему все организуют, задают эти данные. Собственного оборудования нашего, национального, которое бы могло собирать системно эти данные. Да, ну, представьте, что у нас все... Мы бы выпускали магнитно-резонансные томографы, они бы стояли во всех поликлиниках, и мы бы получали бы данные, а врачи бы писали свои заключения в этих системах. Ну, вот у нас была бы комплексная система, у нас 140 миллионов человек, проходило бы через один и тот же способ диагностический, регистрировалась, и врачи вот указывали бы, мы вот видим здесь то-то, здесь видим то-то, здесь видим то-то. Система бы обучалась. Ну, как бы понятно, что у нас этого нету. И это... И куда ни ткни, это будет то же самое происходить. У нас врачи, ты приходишь в одно учреждение, тебе говорят, я сдал анализы там, вот там. И говорят, мы тем анализам не верим. Вы вот, знаете, здесь. Да, мы сейчас можем уйти и в этот контекст, Дмитрий. Да, но я хотел бы... Вы сейчас с кем дискутируете, чтобы я был в курсе? Нет, нет, у нас каждый с собой. То есть это у нас... Поэтому я и говорю, что у нас нету возможности агрегировать эти данные. И государство не сможет это сейчас сделать, потому что оно просто к этому не готово. Бизнесу мы это не доверим. Если вы меня спрашиваете, то я вам расскажу, какие есть технологии, как это решается в разных... Интересно, да. ...системах. Но сказать, что у нас есть рецепт, как в России это решить, я скажу, что его нету. То есть в западных системах существуют крупные такие модели? То есть ты на уровне Сбера и исследований вот этих информационных систем сталкивался подобного рода? Ну, это же все превращается в огромные большие корпорации, которые постепенно скупают все относящиеся к их зоне интересов компании, стартапы и так далее. И дальше все это превращается, ну, по сути дела, мы все время говорили, что там транснациональные компании, но на самом деле это индустриальные компании. То есть они создают в соответствующей индустрии. Медицинскую индустрию создаст несколько компаний, и она будет им принадлежать. У них будет огромный комплекс и данных и так далее. И государство, в частности, наше, конкурировать даже за технологический уровень, там, уклад и прочее, просто не сможет ни по компетентностному, ни по финансовому рычагу. Правильно я понимаю? Ну, просто такие подходы не работают. Люди, они люди. Они что-то делают, когда у них есть мотиваторы. Когда человек приходит работать чиновником, у него одни мотивации, а у него исследователи другие, а у него предприниматели у него третьи. И, ну, там, вот предприниматели неплохо справляются с захватами рынков, как бы сказать, лоббирование своих подходов и так далее, создание своих инфраструктур. Ну, в рамках соответствующих индустрий. Мы единственную как бы инфраструктуру создали в Советском Союзе. Она назвалась «Газпром». Это точнее было Министерство газовой промышленности. Руководил Виктор Степанович Черномырдин. И потом уговорил Рыжкова, мне лично рассказывал, как они пошли к Михаилу Сергеевичу Горбачеву и уговаривали его превратить это в компанию. Министерство стало компанией. Но так это Виктор Степанович занимался всем этим делом. Но как бы мы до сих пор живем на этой компании. Это не государство сделало. Ну, то есть на ее организационных мощностях и дальше это развивалось. Поэтому, к сожалению, пока таких успешных историй, когда какую-то индустрию выстрелило бы государство, не будучи монопольным, конечно, когда мы работаем как в Советском Союзе, когда это был госпланы и так далее. Но это совсем другая реальность. Я слышу, и хотел бы Николая, да, вопрос тогда дальше перебросить. Я слышу, что Андрей говорит, что государство пока не готово, и возможно, может, и не будет готово. либо большие корпорации, либо вариантов нет. Есть ли шанс, что наиболее продвинутые пользователи построят свои информационные системы по отношению к своим здоровью, там дальше это пойдет как модели. и какие то есть хотелось бы в нашем разговоре нащупать путь к свету в конце тоннеля, да, то есть чтобы он не завершался как-то значит так депрессивно о том, что и государство нет, а корпорации скоро, ну правда мы их отключим от российского интернета. Как ты думаешь, может ли продвинутые пользователи или сообщества формировать эту гибридную мистерту? Ну, смотрите, во-первых, как бы была чрезвычайно увлекательная дискуссия, данные ситуации я имею в виду, что по поводу тонкости подхода, и у меня сложилось вот такое четкое представление, да, что живем мы в трех философиях. Первая философия, которая нам всем мила, близка, очаровательна и душевна, это модернистская философия, принципом которой было всегда объяснение. Вы нам объясните, что это вот так есть. Вторая философия, и эта философия понятна с точки зрения медицинской карты. То есть, вы мне объясните, что у меня, чем я болен, тогда я готов заплатить денег или, значит, там как бы биться другими способами своей болезни. Вторая позиция, это символистский подход. То есть, истерия того, что есть некоторая группа, это может быть сообщество, это может быть государство, или это может быть компания со своими мотиваторами, например, финансово, так сказать, проективного характера. Истерия того, и эта группа соответствующим образом может создать некоторую карту, которая положена будет на стол и обеспечит либо глобальную стабильность этой группы, либо ее невероятное развитие и сохранение вот этого. То есть, это такой антропологический подход, уж извините, как положено у символистов. И означает только то, что, в данной ситуации как пойдет популяция, так пойдете и вы. Собственно говоря, этот подход был хорошо применен в процессе знаменитой эпидемии ковида, когда убеждали всех истерия того, что нужно поступать так, потому что иначе вы разрушите популяцию. Я в данной ситуации не говорю о том, что есть какая-то страшная рука извне, которая, но истерия того, она работала. Третья философия, она, конечно, целиком разрушающая, постмодернистская. Как известно, она была сделана для того, чтобы разручить понятие модерна. И вся истина кроется исключительно в сюжетах. Собственно говоря, Дмитрий сюжет и предложил, когда, скажем так, каждому человеку полагается осознать свой собственный сюжет здоровья. И это именно оттуда. Это исключительно индивидуально и истинно находится в том, насколько хорош данный сюжет. с точки зрения вас, как пользователя. Вы ему от него балдеете. Читая книжку, вы, например, испытываете удовольствие от сюжета, от поведенческого функционала героев и так далее. То же самое и здесь. И вы принимаете этот сюжет. И вы принимаете этот сюжет. По этому поводу попытки будут предприниматься всеми участниками банкета. Это будут и централизованные системы старого, доброго, системно-модернистского характера. Это могут быть крупные корпорации, которые будут простраивать некоторую модель своего существования. А для модели существования крупных финансовых структур потребуется оценка подобной карты. Извините, я говорю как прогностик безосновательно. Имею право. Я так вижу. Но если что, в кулуварах можно обсудить эту историю. Второе, это будет делать популяция, то бишь, о чем сказал Денис, сообщества, которые могут быть обеспокоены тем фактом, что, господи, поймите простую вещь, семья это тоже сообщество. В родовой линейке, в длинном объеме и так далее, это тоже сообщество. Или сообщество профессиональное, или сообщество другого характера. Их там существует по классификации, которые мы со временем делали, где-то около 20 различных вариантов. Не важно. Сейчас это не принципиально. Они тоже могут озаботиться о том, что они выберут тот или иной версию подобной карты. Вторая, значит, третья позиция, это лично каждый человек обязан по большому счету продумать сюжет своего здоровья. Ну, например, вот сейчас я сгорю на работе, а там к понедельнику помру. Ну, в принципе, сюжет. Или другое. И самое главное заключается в том, что самое интересное, о чем Андрей сказал, это тот факт, что мы хотим собрать данные, чтобы заработала нейростеточка, чтобы она наконец начала функционировать. Но есть боевая тонкость, есть мертвый материальный мир. Извините, как профессиональный астрофизик, у меня 10 лет астрофизики, вот, я могу вам сказать такую вещь, что в материальном мире все достаточно просто. Это определенная система законов. Она считывается, она может быть сложна, она может быть математически нерешаема, решаема только вероятностно. Но представьте себе, что в этот материальный мир вы вкладываете человеческую волю. Сколько раз математические модели классического характера рассыпались на истории. И только нейростеточка начала нам дарить некоторые подозрения на что-то, что мы скажем так имеем, вдруг получен братика или сестричку. Не сразу. По-разному. По-разному. Да, да, да. И, короче говоря, вот истерия того, и в данной картинке я могу сказать, ни черта не получат ребята из крупных корпораций Запада. Это я опять как прогностик говорю, безосновательно. По одной простой причине, что информация, которую они собирают, она уже искажена фильтром медучреждений. Фильтр медучреждений искажен соответственно правом страховки, например, в Соединенных Штатах. Если у вас сначала вылечить, то там сначала спросят там ребята, у вас страховка есть, как вас лечить? Молотком или поинтереснее? И эти фильтры, конечно же, они умные ребята. Они будут пытаться вычистить и получат голяк. По одной простой причине, что в Российской империи были врачи и были фельдшера. Врачи это вот те тонкие люди, про которых рассказывал Андрей. Я просто к ним отношусь как к божествам. А соответственно к фельдшера я к ним отношусь как к друзьям. То есть из-за того прийти и сказать друг мой, у меня что-то здесь барахлит. Отлично. Есть четыре метода, выбирай. И все хорошо. Для старого трудоголика с военно-полевой антологией здоровья это для меня все вполне понятно. И вот история заключается в том, что как собрать волевую информацию, каким образом ее рассчитать, я же не зря сказал с самого начала, что мы получили результат вполне объективный такой, модернистский, что здоровье человека зависит от его цели в жизни. Никому кем-то поставленным, царем-батюшкой, партией-правительством или дедом завещавшим доделать до конца вот это, то, что он не доделал. И по этому поводу это цель, которую он сам осознал и принял. И в рамках этого, извините, пожалуйста, не будет идеального здоровья. Какой бы вам wellness, fitness and как бы биохакинг. Извини, я не хотел выражаться публично. Вам предлагают в данной ситуации. Это все частичное решение проблем и успокоительное работающее больше на софт, чем на хард. Хотя на хард работает, конечно, не буду говорить. И проблема в том, что вот эта история, она должна быть как бы превращена в историю вашу личную. И там будет трагедия. По одной простой причине, чем-то вы будете жертвовать ради чего-то. Так или иначе. Ну, как говорила моя знакомая, очень хорошая знакомая дама, что говорит? Рак нашли? Да ладно, пусть будет. Эти три года, которые я буду проходить через как бы всю эту химиотерапию, я потрачу на другую, на не значит, что она права. Ну, погодите, не значит. Я не говорю о том, что это хорошо. Я вам рассказал романтическую историю, вы сразу подсели на сюжетик, постмодернистский такой. И серия того, что как бы, но это ее выбор. И вот этот выбор будет базовым параметром оценки его при съеме основных баз данных и их обработки. иначе последнее предсказание прогрессика будет либо. Смотрите, это вы интересно сказали, а потом, после того, как страховые компании, вы там еще один слой снимите. у вас окажется еще фармкомпания, которую написали, как лечить. Так оно есть, без обид. Я есть ключи. для того, чтобы не вспоминать фармкомпании. Хорошо, вы показали все в завершении нашего разговора, чтобы она прошла на высокой ноте, которую мы подняли. Буквально одной, двумя фразами все-таки куда, что нам, с вашей точки зрения, нам, зрителям сегодняшнего разговора, делать в данной ситуации, ну, просто такой совет бывалого, условно говоря, что делать нам с нашей гибридной картой, которую мы, собственно, носим, но иногда не можем положить на бумагу или в электронное средство. Вот по короткой буквально фразе в завершении. Может, Андрей? просто какой-то совет из своей жизни. мы совсем не говорили про психическое здоровье. Это следующая глава в феврале. И сейчас, конечно, ужасные у людей. Они переживают кризис адаптации. Он длительный уже, начинающийся с ковида. Он обнажает, собственно говоря, огромное количество проблем, которые есть у людей в отношениях с работой, в отношениях, близких отношениях и так далее. И общество в каком-то смысле трескается по частям. И, конечно, мы можем говорить о таких стратегических больших стримах. И медкарты в этом смысле гибридные, негибридные, хоть какая-нибудь, с которой с человеком будет хотя бы большую часть жизни. Это уже большой плюс. Но это вопрос, на который мы не можем повлиять. Когда я пишу книги о будущем, меня все время спрашивают, о, вот такое рассказать, а что делать? Это не тот вопрос, который надо задавать человеку, который смотрит на тенденции и видит, к чему они могут привести. это скорее вопрос к нам, что мы сейчас делаем и насколько мы поощряем те или иные тенденции. Но у нас есть еще наша собственная частная личная жизнь, это отношение с другими людьми, с теми, кто нам близок, дорог, и так далее. И если говорить про гибридность, то я вам точно скажу, если у вас большое количество друзей, социальной поддержки, если вы самореализуетесь и так далее, при том, что это все трудно, тяжело, и в каком-то смысле по сравнению с жизнью человека, у которого скудно, это такая жизнь стрессовая, наполненная массой всяких разных испытаний, но это жизнь, по которой хочется построить гибридную карту. И если как-то финализировать, то я бы хотел, чтобы у нас было внутреннее желание проживать такую жизнь, когда мы хотим ее длить, хотим, чтобы она была долгой, не потому, что мы боимся умереть, а потому, что нам круто жить и круто работать с людьми, с которыми мы вместе эту жизнь проводим. Спасибо, и много жизненных замыслов. Слушайте, ну тут сейчас зашел вопрос про онкологию, так случилось, что мы много этим занимаемся, но там уже другой немножко алгоритм, три года химиотерапии либо полгода танцов и веселья. Можно бывает короче, ну по-разному. Сейчас закончим. Да, так, это просто сравнение такое немножко, три года не прогуляешь. А с точки зрения о чем мы говорим, ну ведь мы понимаем, что мы живем, мы меняемся и в каждый раз мы другие, мы каждое утро другие. Исходя из тех фаз, которые мы проходим, мы должны выбрать для себя какой-то определенный алгоритм поведения. Ну прежде всего, алгоритм поведения он говорит о чем? О том, что если ты хочешь жить полноценной жизнью, вот в этом возрасте пожалуйста сходи, мужчина за 50, сходите к уроку и проведитесь. И сдайте ПСА. Я говорю простые такие вещи, которые это алгоритм несложный, но он должен быть в голове. Потому что в 23 вы наверное не пошли к уроку сдавать ПСА. А сейчас вы пойдете сдать. Это все связано с тем, в какой фазе вы находитесь в вашей жизни. И это связано с тем, какие болячки к этому времени у нас обычно возникают. Это тоже статистика есть, мы все это прекрасно понимаем. Ну а то, что мы все уйдем, это просто очевидно. Никто из нас в этом зале наверное жить вечно не сможет. Может быть собирается, но не сможет. Поэтому понятно, что разные фазы доживем до того момента, уйдем, придем в следующую жизнь. Спасибо. Пожелание сходите, проверьтесь. я услышал для себя. Я бы добавил сюжет, который был здесь приложен Андреем и Дмитрием. Ситуация очень простая. Некогда было посчитано, что если бы ничто не мешало человеческому организму, неважно как было посчитано, что прочитал, зато рассказал, то человеческой машинки хватает на нормальное качественное пыхтение где-то на 120 лет. Соответственно, ориентировочно. я могу сказать честно, наверное, вместе со сценарием как таковым жизни, я перевалил половину. Лично. Осталось теперь продумать, как блистательно прожить вторую половину жизни. Причем в данной ситуации да, действительно, нужно понять, в конце концов, куча автомобилистов присутствует здесь и в интернет-зале, что такое смена моста, ремонт двигателя и прочее, и прочее. Для них эти вещи понятны. У человеческого организма существует эксплуатационная картинка. Вопрос заключается в другом. Как у всякой информации, которую мы держим, про что я говорил в частности, что ни черта не получат они через простой съем вружуйске, как и наше. Нужно что-то поделать, фильтры стоят по-другому, неважно. И у каждой информации есть понятие, к которому мы привыкли. Называется оно истинно или ложно. И когда регулярно запускает такой маленький информационный вирус, который говорит, что это ложно, это не работает, а это хорошо, это работает, ну, как логически, как это вирус троян, трейдер из компьютера, который что-то продает, одно гасит, другое приподнимает. Это информационное пространство. И существует такая вещь, когда мы не в состоянии поймать фишку между истиной и ложью. Это вся проблема той фазы мира, в которую мы входим, в постиндустриальный мир, который мы там как-то еще назовем, чтобы он стал быть постиндустриальным. Но смысл заключается в том, истина и ложь здесь являются, как утверждал Мишель Фуко, равной великой вещи. То есть совершенно все равно, это он сделал 30 лет назад, истина это или не истина. Главное это как вы это воспринимаете в виде сюжета. По этому поводу, когда вы будете планировать вот этот очередной участок жизни, если так, как лучше сделать, как подготовиться к тому, чтобы пройти вот эти простые механические истории, возникает принцип, по какому основанию вы будете принимать, что вам здесь сказали так или не так, правду или неправду, тем более, что правда это право по правилам, верные это по вере, ну а истины по истине, три уровня восприятия мира, которые происходят. И вот даже при построении этого сюжета, чтобы не попасть совсем уж в чистый бизнес, но тем не менее, его нужно отстраивать индивидуально. По этому поводу я повторяю, у вас будет версия вашего личного личной карты бытия, которую вы ставите только вы, если у вас блистательные сообщества, в которые вы входите, ну или третье, если вдруг удастся сделать все-таки прорыв на системном уровне. Как прогноз, последнее предсказание, системный метод здесь не сработает. Спасибо, друзья. Это, мне кажется, был один из самых интересных разговоров на фестивале «Книжный маяк Петербурга». Я для себя, как пользователь своего организма понял, что, конечно, надежда есть только на меня и построение моей гибридной лично собственной карты медицинской и выстраивание данных, сбора их, классификации и дальнейшей всей работы. Но помимо этого, мне кажется, что еще одна ценная мысль, которую я еще раз услышал и хотел бы ее повторить, что действительно контекст жизни и смысл жизни, он определяет то, как мы ко всему относимся. Если мы возьмем Михаила Казинника, он у нас тоже выступал, он тоже испытывает какие-то трудности со своим организмом, он постоянно пытается его задержать в его стремлении вести свою культурологическую деятельность. Я не только о нем говорю, я говорю о тех внутренних безумцах, которые увидели вот этот свет, эту цель и устремились к ней вне зависимости от своего состояния. Как минимум, это дает уверенность в завтрашнем дне, потому что завтрашний день не наступает, а создается тобой. Поэтому я вас приглашаю в завтрашний и сегодняшний день на фестиваль «Книжный маяк Петербурга», который вне зависимости от ситуации разворачивается, а следующий «Книжный маяк» будет 17-19 февраля следующего года, даже если вдруг планета будет расколота или какие-то будут другие странности возникать. Я думаю, что «Книжный маяк» заведомо гибридный, и поэтому у него высокая выживаемость. Как минимум, запись нашего разговора будет всегда находиться на сайте «Книжного маяка», и вы сможете к ней вернуться со своими друзьями, родственниками или родовой системой, если вдруг решите гибридную карту, делать именно родовой. Там тоже очень ценно всякие сценарии, которые идут по генам. спасибо уважаемые друзья, благодарю дорогие зрители. Мы продолжаем. Смотрите нас на сайте «Книжного маяка» и участвуйте в наших встречах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ